Здравствуйте! На телеганале Обнинск ТВ программа новости в студии Елена Сидорова и Ильхам Нигматуллин. Коротко о главном. Берегите детей! На дорогах Обнинска становится все опаснее. Таксист, грубо нарушивший правила движения, сбил двух школьниц. Как очистить город от грязи и автохлама, пока не помогают ни весенние субботники, ни электронный чудо-прибор Паркон. Весенние дни – высокие чувства. В Обнинске прошел творческий фестиваль «Пасхальный благовест». И теперь подробно об этих и других новостях. Начнем с информации о чрезвычайном происшествии. Вчера в центре Обнинска вновь случилось ДТП, в котором травмы получили дети. Десятилетние девочки переходили дорогу по Зебре, расположенной на улице Ленина. Как утверждают очевидцы, в этот момент на светофоре для них горел зеленый свет. Однако этот факт не помешал водителю службы такси проехать по пешеходному переходу. В итоге одна из девочек получила перелом руки и гематому на лице, а вторая – множественные ушибы. Говорить о том, что с каждым годом обстановка на дорогах нашего города становится все тревожнее, стало уже общим местом. Как и о том, что никакие наказания не заставят автомобилистов соблюдать правила, если они сами не будут осознавать свою ответственность за рулем. Ну а пока госавтоинспекторы как могут пытаются хотя бы научить пешеходов и прежде всего детей вести себя на дороге так, чтобы не попасть под колеса. Ольга Некрасова об одном из таких уроков. Научить детей безопасному поведению на дороге сейчас, когда даже в небольших провинциальных городах время от времени возникают автомобильные пробки, не просто полезно, а жизненно необходимо. А вот кто должен стать для ребенка наставником в этой важной науке? Ну и родители, и школа, я думаю. Прежде всего родители, конечно. Ну и детский сад со школой помогать должны. Родители в первую очередь. Ну а потом там уже школа и садик. Очевидно, что подавляющее большинство родителей осознают свою первостепенную ответственность за то, как дети будут вести себя на дороге. Но и роль образовательных учреждений остается весьма существенной. И, наверное, мы пытаемся прежде всего таким образом воздействовать и совместно работать с родителями. Уроки дорожной безопасности, подобные тому, что прошел в пятой школе, регулярно проводятся в образовательных учреждениях Обнинска. И строятся они так, что о правилах дорожного движения и последствиях их нарушения дети рассказывают друг другу. Кстати, как утверждают педагоги, нередко дети сами наставляют родителей, если видят нарушения с их стороны. Родители признаются, что это правда. Мы ходим по правилам. У меня еще есть старший ребенок, который всегда мне делает замечание, если что-то не так, и всегда акцентирует на этом внимание. Но есть и еще один важный момент. Мало выучить правила, нужно и научиться их применять на практике. А в этом вопросе главная роль вновь достается родителям. Ведь именно они больше времени проводят с детьми на улице. Да, еще нужно смотреть, потому что водители у нас тоже же бывают. Именно так оглядеться по сторонам и убедиться в безопасном переходе через улицу даже на зеленый сигнал светофора. Ведь совершенно неизвестно, кто находится за рулем того или иного автомобиля. Исправно ли его транспортное средство? И адекватно ли водитель реагирует на дорожную ситуацию? Ольга Некрасова, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ В Обнинске наступили дни весенней уборки. И мы с удовольствием рассказываем об участниках субботников, которые делают город чище и краше. Но горожане, звонящие в редакцию, периодически напоминают о тех местах, которыми Наукограду гордиться, но никак не получается. Хотя на своей последней пресс-конференции глава городадминистрации с глубоким удовлетворением отметил, что в этом году Обнинск стал намного чище. Но вот многие горожане готовы с этим поспорить. Не знаю, я нигде не бываю, кроме здесь. У нас здесь не чисто. И действительно, если с магистрали заглянуть во дворы Наукограда, назвать город чистым язык не поворачивается. Причем даже на центральном проспекте Ленина, внутри кварталов, можно увидеть все, что угодно. От мягкой мебели до пустых пластиковых бутылок. Такого раньше не было. Я хочу сказать, что я в Обнинске с 1966 года. Вот это был такой тихий рай, но была другая культура. Тогда как-то вот бросить то, что считалось, ну просто неприлично. Конечно, уровень общей культуры горожан сказывается и на чистоте улиц. Кто-то идет, вот он просто бросает. Вот если бы он знал, что он будет убирать, его заставить, он бы не бросил в следующий раз. Но есть и другая сторона медали. Так называемые бесхозные территории. Лисочки внутри микрорайонов. Городские коммунальные службы отвечают за уборку вдоль магистрали. Управляющий компанией за небольшую часть двора перед домом. А вот за эту территорию ответственность брать никто не хочет. Разве что сами жильцы организуют субботник. Ну это как бы актив дома. Я, например, был на своем субботнике. Я опиливал, так сказать, сучьи, которые кто-то должен. Ну я в этом, так сказать, понимаю. У меня кличка, так сказать, в садовом обществе Мичурин. Ну а там, где опытные садоводы не проживают, деревья падают. Как случилось, например, вчера в вот этом дворе на улице Гурьянова. Обращались люди, ну давно мы, несколько раз, что у нас на этом участке много деревьев, которые могут упасть. Мы же с детьми ходим, а нам сказали, а вы не ходите. На то, что это распиленное дерево коммунальщики скоро уберут, жители не надеются. Ведь дрова, которые наломал прошлогодний смерч, лежат здесь до сих пор. О том, что деревья здесь спилили, коммунальщики знают. Но вот если бы за то, что прошел год, а их до сих пор не вывезли, тех, кто отвечает за это, оштрафовали, дело бы с уборкой спорилось не только на центральных улицах. Евгения Власек, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. Кстати, о происшествии, случившемся вчера в этом дворе, расскажем подробнее. Можно считать, что оно закончилось благополучно, ведь никто не оказался рядом, когда рухнуло дерево. Однако владелец автомобиля, поврежденного сухой, но тяжелой березой, наверняка не согласится. Высокая береза приземлилась на его Тойоту без посторонней помощи. Лишь по счастливой случайности, в момент ее падения, во дворе дома номер 7 по улице Гурьянова, не было людей. Автомобиль теперь требует серьезного ремонта, а его владелец ищет того, кто должен отвечать за вырубку аварийных деревьев. В этом дворе растут еще две березы, которые вот-вот обрушатся на головы жильцов. О проблемах автомобильного движения говорили на так называемом контрольном часе последнего официального заседания городского собрания Обнинские депутаты. Тема давняя – как убрать с улицы брошенные владельцами машины. Здесь все не так просто, как кажется. Немало юридических тонкостей. Но не только. Похоже, что решение проблемы тормозится излишним администрированием. Таким образом, это относится к функции областной и поручено областной административно-технической комиссии. Поэтому на сегодняшний момент доложить за них вот эту информацию вам можем только влезать, что этим вопросом занимается областная структура. Эвакуация бесхозных машин ведется в нашем городе уже 4 года. И количество брошенных транспортных средств каждым годом только растет. В 2011 году у нас было такое постановление издано. И в 2011 году у нас было таких автомобилей вывезено 14. В 2012 году – 21. В 2013 году – 24. И на сегодняшнюю дату, 2014 года, 6 автомобилей у нас эвакуированы. О том, что собственники таких машин свалили затраты по утилизации своих авто на плечи администрации, говорят цифры статистики утилизированных после полугодового ожидания хозяина машин. В 2012 году 8 автомобилей было утилизировано, в 2013 году – 16 утилизировано. А с теми, кто, уходя домой, оставляет машины на газонах, с сентября прошлого года борется паркон. За прошлый год было выписано 241 постановление на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Но заплатили нерадивые автомобилисты всего полмиллиона. Материалы в отношении лиц, не оплативших штраф в добровольном порядке, направлены для принудительного исполнения в службу судебных приставов, по информации из которой уже возбуждено 40 исполнительных производств. С начала этого года штраф за парковку на газоне понизили. Вместо пяти заплатить надо 3 тысячи рублей. Однако расставаться с деньгами автовладельцы не торопятся. Вынесено при этом 52 постановления о наложении штрафов в отношении установленных лиц, владельцев транспортных средств, нарушивших ухаженные правила. Материалы для установления владельцев в отношении остальных зафиксированных транспортных средств переданы для автоматизированной обработки Центра обработки данных УГИБДД, УМВД России по Калужской области. На сегодняшний день оплачено 11 штрафов на сумму 33 тысячи рублей. В этом году возможности паркона расширятся. Администрация подписала договор о межведомственном взаимодействии с госавтоинспекцией. Теперь выписывать штрафы будет и городская административная комиссия, и сотрудники ГИБДД. Например, стоянка под знаками парковки запрещена почетным или нечетным дням. И все же, в целом работу администрации в решении транспортной проблемы депутаты признали неэффективной. Вот, например, на проспекте Ленина вдоль городской больницы в прошлом году велась активная работа по эвакуации припаркованных автомобилей. Но сегодня оставляют транспорт здесь точно так же, как и год назад. Паркон замечен не был, а эвакуация машин теперь не производится, потому что в городе попросту некуда эти машины ставить. Есть у нас такая стоянка или нет? Вот без правительства. Вот пусть мне Лежнина ответит. Есть такая у нас стоянка или нет? Лежнина вам отвечает, что занимается этим правительством Калужской области. И все же решить проблему парковки карательными мерами вряд ли удастся. Ведь прежде чем приобретать дорогостоящие приборы фиксации, неплохо было бы обратиться к автовладельцам с вопросом, почему они не пользуются платными автостоянками и почему программа эко-парковок не работает. Евгения Власюк, Николай Подлепалин, телекомпания Обвинск ТВ. О новостях культуры. Время Кандинского. Выставка работы одного из самых ярких представителей русского авангарда художника Василия Кандинского сейчас открылась в Калужском областном художественном музее. Здесь представлены гравюры из частного собрания. Коллекционера Ирины Стежки сейчас в музее нет. Она на другой выставке объясняют кураторы. Однако немецкие ценители искусства здесь уже бывало, привозят вернисажи русских авторов уже не в первый раз. Не так давно показывала произведение Марка Шагала. Сейчас это работа одной из первых серий Кандинского звуки 11-13 годов прошлого века. Сделал действительно прорыв в первой половине 20 века, когда стал позиционировать абстрактную живопись, которую мы можем любоваться так же, как сродни музыке, где цвета говорят сами за себя. Выставка «Время Кандинского» знакомит зрителей с гравюрами и литографиями автора и его коллег по цеху экспрессионистов. В музее представлено несколько десятков работ. Здесь и эскизы современных авторов. Современные эскизы ювелирного салона, эскизы по мотивам работ Кандинского, ювелирных украшений. Выставка в разное время уже побывала в России и за рубежом. Отправится ли экспозиция немецкого коллекционера в путешествия и дальше пока неизвестно. В Калуге она проработит долго. Работы Кандинского можно будет увидеть до середины июня. Елена Крылова, Владимир Кормильцев, Вести, Калуга. В Обнинске в Доме ученых прошел фестиваль «Пасхальный благовест». Его смысл понятен из названия. А участие в Большом концерте, приуроченном к дням христианского праздника, приняли хоровые коллективы нашего города, малырославчане, казачий ансамбль «Карижа», хор Московского монастыря в Изнесенской Давидовской пустыне и Калужский камерный хор. Среди организаторов фестиваля – Калужская епархия и приход храма «Вера, надежда, любовь». В этот вечер под крышей Дома ученых своими талантами делились со зрителями певцы, танцоры, чтецы. Каждый старался представить на Светлой Седмице то, что умеет лучше всего. И все, наверное, читали притчу о талантах. И, наверное, знаете, что по православному учению каждый христианин призван свой талант приумножать. Приумножать таланты – это не только накапливать навыки и умения, это еще и выносить их за пределы репетиционных помещений. Каким бы ни было творчество, оно должно давать повод для радости. Пасхальный благовест – это фестиваль, который прошел в Обнинске впервые. И, принимая во внимание успех многих других подобных начинаний, у него есть шанс превратиться в ежегодную традицию празднования Светлого Христова Воскресения. Ольга Некрасова, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ В Брянске состоялся турнир по спортивной гимнастике памяти брянских партизан. Здесь в зачете второго разряда калужанин Дмитрий Цыганов стал победителем в опорном прыжке. А его товарищ по команде Эмиль Майер в отдельных видах дважды стал третьим в опорном прыжке и в вольных упражнениях. Также в Брянске прошел всероссийский турнир под зюдо, посвященный памяти героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Среди юношей и девушек. В соревновании участвовали около 300 спортсменов из Московской, Брянской областей, Орла, Рязани, Калуги. Нашу область представляли бойцы из спортшкол «Юность», «Вымпел» и «Луч». В итоге на всех они привезли три золотые медали и по пять серебряных и бронзовых наград. Еще один турнир дзюдоистов прошел под Тулой. Он был посвящен 90-летию образования Щекинского района Тульской области. В нем участвовали более 200 спортсменов из Московской, Тульской и Калужской областей. Наши дзюдоисты смогли завоевать 13 медалей. Из них 4 золота, 2 серебра и 7 бронзовых наград. Это все, о чем мы хотели рассказать. Следить за новостями вы можете и на нашем сайте. Адрес в интернете omnis.tv.ru До встречи завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова